привет друзья это первое видео на канале после начала войны в украине очень долго не хотелось вообще ничего снимать если честно почти через силу заставлялся что-то писать в своих социальных сетях был какой-то этап нежелание до вот этого общения с аудиторией все мы были заняты кто кто чем да кто спасением своей жизни кто спасение своего бизнеса кто переездами кто еще чем-то ну вы все знаете что сейчас происходило у каждого из нас но в какой-то момент я почувствовал что мне уже надоело заниматься вот этим вот попыткой найти ответ на вопрос что будет дальше я хочу общаться с другими предпринимателями как я это сделал два года назад время пандемии ровно два года назад запустили эту серию прямых ламповых эфиров где мы пили винишко болтали по зуму все было гораздо веселее гораздо веселее пандемия сейчас выглядит как просто какая-то детская прогулка вот и сегодня я покажу видео запись зум к эфира с андреем галицким ливи в колоссанс и александром фицом семейная пекарня франсуа это самые ведущие предприниматели владельцы самых больших сетей в сегменте еды в украине сумма у них там было что там по 400 точек вот поговорим о том что с ними сейчас происходит поговорим о том как чувствует себя их сети что случилось в их жизни какие у них планы что они думают о выходе в европу что они думают вообще в развитии франшизы об их новых проектах об открытиях разбобленных ресторанах об этом все мы поговорим и я буду делать это чаще мне это интересно поэтому я надеюсь что вы как-то отреагируйте в комментариях напишите как у вас дела потому что мы с вами реально не общались уже очень-очень давно и очень хочется уже возобновить это общение поэтому жду вас в комментариях приятного просмотра начинаем наш эфир всем привет андрей тут уже сделал короткое интро я просто забыл включить запись бывает такое саш такой же вопрос как как тебя какие у тебя планы были на 24 часа я в обычном режиме у меня был испанский проект 19 числа прилетел в испанию 23 числа я должен был улететь из испании на отменили рейс 24 числа меня разбудили рано утром и сказали что начался год по по городам украины я не поверил четверо суток добирался домой больше не мог улететь из варшавы добрался домой первый день конечно был растерянности все эти четыре дня знаешь когда не находишься дома когда не видишь людей не понимаешь что происходит у тебя просто собирать информацию чем я в принципе занимался что происходит на производстве сколько людей вышло мы же производственная франшиза мы ориентируемся на производство сколько людей вышло где боялись выходить на работу что в рознице происходит что в регионах которые начали захватывать там со временем же захватили регионы в итоге получилось начали бомбить киев очень ориентированы на киев у нас киеве от к 90 торговых точек киви близлежащих городах потом так произошло что у нас осталось 65 процентов торговых точек из 440 людей которые работали на производстве на работу стало выходить 140 человек очень много людей разъехалась вот и мы приняли решение автоматизироваться то есть сократить ассортимент и автоматизироваться 65 процентов точек у нас осталось 65 процентов объема продаж мы сохранили эти оставшиеся они что были разрушены или просто закрылись те которые не открылись предприниматели уезжали за рубеж да франчези уезжали за рубеж ну есть точки которые жали на за рубеж есть точки которые разбомбили есть точки в которых невозможно вести деятельность потому что мы не можем поставить туда продвинулся хотя мы настолько продвинуться суммы суммы были заблокированы мы в сумме поставляли То есть мы столкнулись с вопросами логистики. Это был очень серьезный вопрос. Как у тебя? Сколько точек сейчас работают? На сегодняшний день 88 точек за 140 здесь работают. Есть точки, так же, как Саша, в которых цели, но в которых невозможно вести. Это Харьков, например, где включаются камеры. В принципе, точки цели, где-то там вихт на выбор. Ну такие легкие какие-то. А есть уничтоженные объекты. Это Мариуполь. Уже есть подтверждение, что две наши торговые точки полностью уничтожены. Есть Херсонова, Каховка, где уже эта Пидорская администрация. И там не понятно, что там будет. Есть Храматорск, есть Север, где пока еще точки цели так само. И там даже наши франшизы есть. Они там вакуируют людей, занимаются гуманитаркой. Но это не безменшено. Слушайте, ребята, а какой был самый большой вызов у вас за все это время? Что нужно было решить? Может быть, все это не решили еще, но в процессе. То есть для ваших именно бизнесов. Саша, какой у тебя был самый большой вызов, с которым ты приходил? Ну или, может быть, вызов? Смотри, я не хотел становиться маленьким. То есть есть персонал, да, но много персонала. Я боялся за своих сотрудников в Мариуполе. Кстати, не можем связаться по-прежнему с девушкой, которая там работала. У нее трое детей. Один раз вышла на связь и по-прежнему не остается. То есть мне необходимо было сохранить всех сотрудников, которые работают в сети. Мне необходимо было давать возможность вести бизнес тем предпринимателям, которые могут вести бизнес, находящиеся в тех регионах, которые могут вести бизнес. И я столкнулся с тем, что необходимо обеспечивать их продуктом. Это был наш первый вызов. Сырье закупать, потому что все одновременно сказали работать в деньги сразу. Но это я пережил. Вот. И логистика. Плюс отток людей. То есть даже если была возможность работать в торговых точках, очень много персонала выехало за территорию Украины. Вот. Ну и, знаешь, моральная составляющая и персонала, и предпринимателей, страх в некоторых местах эвакуации. Ну и что говорить. В некоторых местах действительно было очень опасно и есть опасно. Я переживаю работу каждого человека и жизнь каждого человека, с которым мы сотрудничаем. Понял. Андрей, как у тебя? Какой был наибольший вызов за эти часы? Для тебя, как для предпринимателя? Ну, наибольшое, как я уже тебе сказал, это не запаниковать самому. Або, принаймні, не показывать команды и партнерам, с которыми мы звонили щодня, а дать какую-то впевненість в завтрашнем дне. Это было самое главное. Ну, конечно, життя и здоровье наших партнеров и работников. Там залебили так само по Маріуполю, сколько был в кейсе. Не было связи с нашим партнером 12 дней. Девчина, 1-месячная дитина, я с ней поговорил 2-го числа, зранку, або 1-го не помню. Он говорит, Андрей, куда я поеду, вся моя жизнь прервется. Потом 12 дней, нет связи. Потом она появляется, у меня ноги подкосились. Кажет, вспоминали ваши слова каждый день, а я не слушал. Ну, слава Богу, слава Богу, все живые. Уже тут на Західній у нас. Ну, це найбільший, найбільший якийсь виклик не піддатись якомусь панічному страху за компанію, за людей, за партнерів. Ну, за це все, оскільки це все дуже зв'язано. Логистичні ланцюжки так само у нас були порушені. Ну, і зараз, скажем так, вони видосмінені в первинної моделі. Ну, але ми налагодили роботу, і доставка товару, ключових товарів відбувається. Понятно. Не знаю, зараз, спустя 50, скільки там, плюс днів, да, уже. Вважаєте ли ви текущі события самим величим вызовом для вашого бізнесу за все время? Тобто, знаєш, ковід зараз дається таким дитячним ігорком. Так, взагалі, це не до порівняння. Це найбільший, безперечно, виклик не то що для бізнесу, взагалі для нас, для людей, як для українців. Ну, бачиш, інакше не могло, напевно, бути. Мусимо здобувати свою незалежність, на жаль, дуже великою ціною. Але вірю, що все буде добре. Сто відсотки. Саша, у тебе когда появилось ощущение, що можна діювати вже не просто с точки зрения сохранення бізнесу, а с точки зрения його дальнішого розвития? Слушай, вот тогда і появилось. Чому-то я почав думати о розвиті, да? Существуючий ситуацій. Я почав думати о розвиті. Коли? Ну, іменно прямо 24-го? Ну, був какой-то вакуум, знаєш, інформаційний. І я думаю, я спустя місяць почав думати о розвиті. Спустя місяць, після цих всіх событий, після начала войни, я почав думати о розвиті. Я почав давати рекламу, почав ще щось робити, знаєш, ну, общаться з людьми. Я розвиваюся, що можна розвивати западний регіон. Начали помогати людям. Мариуполь, знаєш, ті регіони, які там захватывали. Регіони, які на границі були з неприводними образуваннями ЛНР, ДНР. Оттуда почали перевозити ребята оборудовання, вступати в сотрудничество, в партнерство з людьми, які на Западному, на Україні. Як ти так, знаєш, пошло. Потім почали закази на франшизи. Потім на нові проекты почали закази. Вот когда я, наверное, в голове все поменялся, вот пошла трежуха такая, знаєш. А вот интересно уже, наверное, поговорить о франшизе как, не знаю, способе, не знаю, выживания листу. Потому что вам виднее. Есть ли ощущение, что вообще модель франшизы, тут вот скажите абсолютно откровенно, мне действительно это интересно. Тут у нас не реклама сегодня франшизы, а в целом понять модели-то для вот таких, наверное, самых действительно тяжелых времен в истории Украины, современной истории, является ли она более защищенной, чем модель просто развития органического, самостоятельного, да? Вот, и планируете ли вы дальше, вот Саша говорит, запустил рекламу, я так понимаю, франшизы, да? То есть планируете ли дальше развивать это активно или тут будете думать над другими моделями? Андрій, давай до тебя это вопрос будет первым. Конечно, ну, как бы, начать бизнес по модели франшизы, да? Ну, это, как и было, так и есть. Это более безопаснейше и швидше, чем строить что-то самому. Если торговая марка жива, смешная, пробитковая, да? Если модель працюет, то спрос на такие торговые марки, как был, так и есть и будет. Конечно, сейчас говорить про то, что люди массово хотят инвестировать будь-який бизнес в Украине, ну, нет такого, да, есть окремые кейсы. Когда люди открывают заклады, да, в нашем случае мы там открыли в Луцьку третий заклад, там, там, тиждень третий разговаривали до открытия Мукачево, даже Киев, ну, но это мы говорим про относительно безопасные места в Украине, да, относительно, потому что там до Львова вчера тоже прилетело и 8 людей загинуло, да, поэтому, на самом деле, таких безопасных мест в Украине нет. Извините, пожалуйста, я уточнил. Ты сказал, за это время, за время войны, у тебя открылся ресторан в Киеве. Нет, в Киеве мы планируем сейчас, да, планируем. Это франчайзинговый закон, так? Да, да. А как поводится твоей франчайзи саме сейчас? То есть, в Киеве он сохраняет на то, что все будет хорошо? Как? Ну, желаю инвестировать. Ясно, что он понимает, что все будет хорошо и делит в это. Окей, у тебя спрос на франчайзу сейчас есть? Ну, какие там заявки? Ну, заявки, скажу, что заявки по Украине – это только из существующих партнеров, это аж одна в Киеве, да, а открытия Абутского и Мукачева – это те открытия, которые планировали еще до войны. Также есть несколько проектов, которые были в стадии строительства на СТОПе. Это как по Львовским круассанам, так и по 18-м месяц в ПІЦе в Динаполе. А все заявки, все эти тонны заявок, которые приходят на почту или в телефонном режиме – это все Польша. Круто, но мы поспілкуемся про выход на страны ЕС немного позже, а я сейчас хочу по Украине зрозуметь. То есть сейчас ты считаешь, что опыт на франшизе, ну, на прикладе твоей марши, твоей франшизе, сейчас на СТОПе полном. Нет, он есть, но очень низкий. Давай так, у процентов. 100% то, что было там у лютого на початку? Пять. Пять процентов, ну, то есть супер-супер снизился. Ясно. Саш, тебе такой же вопрос, еще раз его повторю. То есть как ты сейчас чувствуешь, действительно, спрос на франшизы твои в Украине? Может быть, у тебя другой опыт, другая история. Вот. И как ты считаешь, являясь модель франшизы сейчас актуальной вообще? Планируешь ли развивать? Значит, давай скажу тебе, как есть. Конечно. Мне же на самом деле повезло. У меня полный производственный цикл и недорогая продукция. Вот в части проекта Семейна Бекарна. И там реально очереди. Очереди, потому что у людей не хватало хлеба. Если ты помнишь с логистикой, да, там были вопросы на какой-то период. Очереди, потому что продукция недорогая. Вот. И во многих объектах продажи даже увеличились. Ну, продажи хлеба это там увеличились на сотни процентов. Мы не успеваем производить. В этом формате, ну, мы будем развиваться. И сейчас есть заявки. Ну, я бы разделил клиентов на несколько таких, знаешь, категорий. Некоторые из них, купив франшизу вот прямо в предвоенное время, да, там, в течение недели до войны. И они планировали открываться как раз в зоне, граничащей ДНР и ЛНР, да. Вот два клиента запросили деньги назад. Ну, вот это первая, да, категория, которые запросили деньги назад, ну, по объективным причинам. Дальше есть люди, которые делают заявки, имеют помещение, спрашивают, спрашивают, а как у вас с логистикой в наших регионах. То есть ждут, да, ждут окончания или ждут, знаешь, какого-то понимания, да, понимания, что будет. Это вторая категория клиента. Третья категория нашего партнера франшизи – это те люди, которые развиваются, которые платят, ну, возьмем существующих наших франшизи. И у них были не только наш бизнес, а еще какой-то. И они поняли разницу между, допустим, семейной пыкарной, да, бизнесом и тем, который у них был. То есть весь нонфуд, он практически на 100. Саша, а напомни, пожалуйста, у тебя средний человек семейной пыкарной какой? Он такой разный по регионам, ну, давай скажем 40 гривен. Есть, которые вот так развиваются, сравнивают, и есть новые, которые развиваются. И я удивился, у меня по новому проекту, который я презентовал, опять-таки, да, такая неудача. Я презентовал новый проект, он мегауспешный оказался. Ну, я попробовал, да, на себе он оказался мегауспешный. У меня две заявки сейчас на этот проект. Реальные с реальными действиями. Подожди, это ты о каком проект сейчас? Я его не рекламировал, пока не отработал сам. Вот, это проект Мартин. Он тоже пекарня-пекарня. Пекарня? Да, он про выпечку. То есть это пекарня. Это пекарня с кондитеркой и с кофе. Ну, то, что мы... А чем отличается от условно, там, других твоих? Ну, там, автоматизировано все на производстве, то есть поработали над качеством, да, то есть автоматизировано меньше, меньше ручного. Трудовое вмешательство человека. Упрощенная схема, очень упрощенная схема управления такой торговой точкой. Такая стандартизация, знаешь, ну, по сути, это семейная пекарня, да, по простоте управления. Ну, с более дорогой продукцией и большим чеком. Средний чек около 75 гривен в таких заведениях. Ну, вот, ну, как бы, вот два, два буду открывать. Если брать в процентном соотношении заказов, ну, мы открывали в месяц 4-7 объектов. Да, сейчас мы в месяц будем открывать, ну, мы стояли, да, ну, я не скажу, что это хорошо, потому что мы стояли. Ну, вот, сейчас в Червонограде открылись на Западной Украине. Ну, в месяц мы будем открывать сейчас 3-4 объекта. Сколько это? 50%. Угу. Понял. Андрій, как у тебя? Были плани, то есть, чтобы помнить модель, я, в первую очередь, маю на увазь, «Вийские колосаны». Ну, то есть, у тебя средний чек, насколько я понимаю, там, десь близко 100 гривен, да? Нет, уже давно, с 200 вийсками, в война росте надалі. Угу. Был бы, мы… Ну, мы ж трошечки, как бы, до останнего, особенно, півроку, все наши новые страви, они такие, ну, мы смачные, да, мы смачные, да, у нас много начинок, да, у нас много начинок, да, у нас дорогие начинки. И мы выбрали для себя цей шлях, там, я не скажу, что у нас мала кількість чеков, у нас там средняя по мережи – это 240, чтобы ты понимаешь, это есть… Сейчас? Да, 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 да. Ну, на заході – це значно більше, там, якщо ми говорим про, там, Закарпатти – це X2, а деякі точки – X3. но мы решили, что у нас будет больше маржа, мы будем супер-смачны, но наши сингвишмейкеры кидают фартухи в бейзи-тайм и после трех потов. Мы подкориговали нашу модель еще осень минулого года. Мы идем в цей напрямую. Мы будем трешечки дорожче, но супер-смачны, супер-эксклюзивны. Ви сделали ставку на смак, на какие-то другие ценности, чем цена. На дорогие начинки. Тобто війна не скорректувала цей напрямую? Не будете запускати там дешевую пекарню? Нет, нет, нет. У меня есть проект «Львовская пекарня», сейчас работают три точки. Это Львов, Луцк и Броди. В Львове я очень хорошо работаю, в Бродах добре, в Луцку плюс-минус. Ну, зависит, звичайно, от места. Ну, и в Луцку не так приятно. Надо бы понимать, что Луцк біля Белоруссии, там тоже такая ситуация, знаешь, да? Люди, там так же много кто-то выезжает. Тобто это более дешевший формат. Формат схожий на классическую пекарню, которая работает с замороженными напифабрикатами, в которых начинки я уже в середине. Ну, скажем так, оскільки мы сбыдували власное виробничество, есть там виробничие потужности, как бы, да, свободные. Мы запросили этот проект от нашего виробничества, скажем так. Многих сейчас интересует вопрос, там, можно ли переносить бизнес, оставаясь, продолжая что-то делать в Украине, переносить бизнес в Европу. Планируете ли вы переносить, не знаю, производство ли, или какие-то форматы, или еще что-то, свою экспертизу в Европу, открывать что-то там, или уже это делаете? Да, смотри, чем я сейчас занимаюсь. В последнее время очень много обращений из разных стран, а сделайте нам то же самое у нас в стране. Извини, сразу перебил, это от наших выходцев или от местных ребят? От местных, от местных. Круто. Выходцы тоже есть, но в основном от местных. Ну, с местными удобнее работать, они, ну, все знают о своей стране и так далее. Я выезжаю на место, делаю средства рынка, вот, определяю продукт, который им необходим, ну, формат, который им необходим, и даю рекомендации по ассортименту, по организации производства, ну, в зависимости от того, какой портфель инвестиций они имеют, то есть, ну, какой объем инвестиций они имеют, я могу выстроить для людей сегодня тот либо иной формат. Я четко понимаю, какого формата них хватает в Европе. Это тот новый формат, который мы сейчас разработали. Вот, я понимаю, что скоро не будет границы. Ну, я надеюсь, и почему-то... Ты между проектом ЕС, да? Да, да, я надеюсь. И сейчас надо думать в этом направлении, что скоро у нас не будет границы. Ну, вот я для себя так решил, да, это же субъективная вещь. Поэтому я сейчас в этом направлении работаю, я смотрю, ну, посмотрел, да. Вот, аккуратней еще с предложениями, потому что у меня на сегодняшний день это Литва, Латвия и Канада. Аккуратней еще. Почему? Потому что считаю, что в ближайшее время война закончится, а мне нужно будет вести эти проекты. В Канаду не налетаешься. Ну, по большому счету. Извини, я не услышал важный предлог. Не закончится в ближайшее время или закончится? Закончится. Я думаю, закончится. Ну, мои прогнозы, то, что я там себе вижу как человек интуитивно, я думаю, в сентябре закончится. Сейчас вот твой фокус внимания, вот, не знаю, давай в процентах, чтобы понятнее было, Украина и не Украина. Мой фокус внимания Украина и посматриваю на то, что предлагается со стороны зарубежа. Аккуратничаю с Европой и сфокусирован на Украине, потому что вопросов в Украине достаточно много. Да. Чуть-чуть расширю тогда вопрос. То есть, вот, как бы, сейчас, опять же, несмотря на все эти ужасные события на войну, это шанс для украинских предпринимателей наконец-то выйти в Европу, потому что уже и внимание к украинским проектам вроде как должно быть повыше. И, ну, или это просто скоро, как бы, утихнет, и мы там, продолжим как раньше, да, то есть никому мы там особо не нужны были, тяжело было, действительно, до данных событий развиваться в Европе. Я знаю мало кейсов, если честно, развития сети в Европе. Я знаю много неуспешных, я знаю не очень много успешных. Вот. Сейчас это шанс для нас? Саша, тебе только продолжение твоего ответа. Смотри, я все-таки сконцентрирован на Украине. Почему? У меня было занято 100% производственных мощностей. Сегодня 65% производственных мощностей занято, но с тем количеством людей и со всем тем, да, там, вытекающим, я сегодня занят на 100%. Потом необходимо будет восстанавливаться в Украине. Что такое восстановление? Это опять набор людей обучения и так далее, и так далее. Вот так резко я не смогу увеличить свои мощности производственные. Поэтому я сконцентрирован на Украине. Поэтому я аккуратно отношусь к предложениям европейским. Хотя там есть и наши выходцы, да, ну, как бы из Украины. Все смотрят, все аккуратно еще. Очень много предложений, давай откроем там в Австрии, давай откроем в Польше, давай, 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 давай. Я понимаю, что потом все внимание, ну, и часть объема, который будет. Вот я бы, знаешь, как сказал. Я, наверное, 15-20% объема производства отдам туда, ну, чтобы продавать дороже, в Европу. И процентов, получается, 75-80% расставлю все-таки в Украине. То есть диверсифицирую, может быть, немножко объем. Я знаю, что делать, я уже понимал. Но больше, чем 20% я не отдам, потому что у меня будет восстанавливаться Украина, будет восстанавливаться франчайзи, а мне необходимо будет давать людям продукт. Продукт с собственного производства. То есть я не смогу потом справляться. Строить новое производство я пока не готов. Это вот, ну, достаточно масштабная инвестиция. Саша, последний, да, к тебе в этом блоке вопрос. У тебя же производство, в отличие, ну, я знаю, что Ливийских фасанов, это там где-то подо Львовом, да, у тебя производство находится, ну, сильно ближе к сейчас линии фронта. У меня производство в Львовом Роге находится. В Львовом Роге, да, то есть это довольно близко. В этом смысле ты не планируешь диверсифицировать риски, или как это можно сейчас там по-умному назвать, короче, чтобы переносить его куда-то, в том числе в Европу, или на запад Украины, или в Европу? В нашей компании есть план «Б» перенос мощностей на западную Украину. Пока мы в этом направлении не действуем. Ну, я понимаю, это, скорее всего, какие-то там миллионы, да, то есть чего-то там, долларов, что-то, большинники. Понял. Андрей, питание до тебе. Те же самое. Твои планы по Европе. Я знаю, у тебя был какой-то опыт, у вас в компании был опыт работы в Польше. Сейчас ты скажешь, что у тебя там много западов в Польше, я так понимаю, не хочется сказать беженцев, да, там, украинцев. На продолжение, что Саша сказал, там, давай откроем в Австрии еще еще. Буквально вчера чи позавчера один чувак X каже, ну что там, я в Испании, давай откроем. Я говорю, нет-нет, мы сначала в Польше все. Ну все, я бронирую Испанию. Я говорю, слушай, давай миллиам, евро и бронирую Испанию. Ну таких бздурьев, понимаешь, каждый день. А давай там, а давай там. Ну, что всерьез, то у нас был опыт открытия торговой точки в Кракове. Памятаешь, в Польше, мы пропорционировали тогда, рейки закрили, потому что невдала была локация. Ну и не только. Сейчас мы для себя решили, что мы однозначно будем открывать власные партнерские заклади в Польше. Вибрали для этого партнеров наших, украинцев, но уже протяжении некоторых лет мают бизнес в Польше. Представляют уже наши украинские торговые марки, успешные, успешные предприятия. И мы, как бы, с ними партнеримся и будем открывать. После чего, как бы мы уже начали готовить наш франшизный пакет, только мы подтвердим финансовую модель на примере наших власных партнерских, можно сказать, власных торговых точек, тогда уже будем бороться по продаже франшизы. То есть нет такого, что мы все бросили бизнес в Украине, побежали в Европу, потому что она еще непонятно, будут нас кормить, не будет. Я для себя вот этот важный момент зафиксировал, что украинские большие сети остаются в Украине и изучают возможности. Что еще за этот месяц, за этот чуть больше, почти два месяца, у вас было из инсайтов с точки зрения бизнеса? Ну, что бизнес – это искусство затрат, а не искусство кризиса. Искусство затрат. Ну что, грамотно управляя затратами, видишь на тот же результат. Вы сейчас… Плюсовая история у вас? Да, конечно. Окей. Искусство затрат. Искусство затрат. Оптимизацию, которую, знаешь, там не было несчастья, так несчастье помогло. Мы очень сильно оптимизировались на производстве. Вы сами это сделали? То есть, условно говоря, вы могли бы это сделать до войны? Наши франчайзи и потребители были очень требовательны к ассортименту. Давай все время новинки, давай больше наименований товара, давай, давай, давай. А сейчас, в условиях войны, тот оптимальный ассортимент, который мы создали, он автоматизированный ассортимент. Ну, люди и этому работают. Да, и торгуют столько же, и все хорошо. То есть, мы поводили такие позиции, которые мы бы не смогли ввести в невоенное время. Наименование товара. Например? Ну, все, что связано с автоматикой. Неручной труд. То есть, люди сейчас готовы это покупать, потому что, ну, типа, выбора нет? Или почему? Люди и так бы готовы были покупать это. Просто мы сталкивались с сопротивлением франчайзи. Ну, по ассортименту. А может быть, это мы сами себе надумали, что нельзя, надо ручной труд, знаешь. Может быть, и так. Крафт. Вот. А сейчас вот так мы поступили и имеем успех. Мы всегда говорили, что у нас там конкуренция по сравнению с Европой – это просто детский сад. То есть, у нас ее не было. Не знаю, как вы там к этому относились там до войны, но в целом вот сейчас… Саша, тебе продолжение вопроса, потом к Андрею то же самое. Как сейчас конкуренцию вы воспринимаете? Вы чувствуете ее или есть сейчас недостаток, наоборот, на рынке компаний, которые дают… Ты понимаешь, там же харьковчане очень много производили всего. А харьковские производства сейчас не работают, ну те, которые конкурировали с нами. То к нам обратились, ну кроме того, что наша сеть, да, к нам обратились очень крупные сети супермаркетов. И мы отгружаем и отгружаем в связи с тем, что там временно закрытый производство. Вот, мы даже не успеваем относительно заявок. Вот, что касается конкуренции. Что касается там косвенной конкуренции, ну таких же проектов, как у нас, у нас же настолько все взвешено и автоматизировано, ну и для народа сделано, да. То есть, у меня оптимальная цена-качество, я каждый день это отслеживаю. У меня скорее розничный, знаешь, такой ритейловый проект. Ну, что касается семейных пекарных. С жесткой конкурентной ценовой политикой. Ну, удержав сеть, мы остались на уровне, да, по количеству продаж относительно количества точек. И плюс еще сети подключились. И многим сетям я не даю продукт. С тем, чтобы не создавать конкуренцию с собой. Платят сейчас себе? Ну, представь себе. Да, платят. Сейчас платят очень хорошо. Андрей, до тебя ж таке питание. Чому тебе, як підприемця, навчила вина? И вважаешь, что ты сейчас там какую-то конкуренцию на рынке? Ну, я не знаю, чому вина навчила, но она в очередной раз дала понимание, что эта компания, которую мы построили, да, ну, это действительно очень важно. Потому что люди, которые тут работают, не видишь, никто никуда не, хотя бы малость, да, остались тут, чтобы працювать, чтобы заниматься волонтерской деятельностью и помогать ЗСУ и так далее. Ну, тобто, сколько, сколько мы сделали за этот месяц командно, да, чтобы прожили этот период с очень низким коэффициентом заработной платы, да, чтобы все надходы, все прибутки перераховать для победы. Ну, тобто, это невероятное чувство, это вероятность, это супер эмоции. А далее, следующее подтверждение, знаешь, что гривские круассани – это большая семья, это ждем нашей победы, да, поскольку сейчас все финансовые силы идут, скажу, на ЗСУ. А далее будемо помогать, оттворювать, да, отбудовывать для наших партнеров, в которых торговые точки втрачены. Надеюсь, что их количество не увеличится. А сколько сейчас уничтожено? Два в Малиуполе. Да, ну, все остальные, ну, чтобы ты понимаешь, Буча, Єрпинь, 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 Гостомеллі, Драйв, который был построен, потому что мы ждем победы, и будем строить все вместе, наповнювать, ну, как бы, собирать деньги, ну, все-все, как одна родина, понимаешь, потому что такая политика была компанией, что, ну, я же, знаешь, особисто, боявые партнеры принимали решение завжди про открытие объекта, про выбор локации, и там сто раз погоджували с соседом, чи він погоджується, чтобы там в межах километра-півтора раз открывся, и инший, ну, тобто, и тому дуже классная атмосфера между партнерами, ну, все один одно поддерживают и поважают. Потому что это, что дала ревна мне, нашей компании, это еще больше объединений. Ну, видишь, у нас особо таких конкурентов и не было, ну, если бы, сейчас их тоже нет. Ну, как, вы всегда сказали, что вашими конкурентами в Украине есть Макдональдска, и все. Я так и знал, что ты тут скажешь. Ну, да, добро, будь кимах, не працюй. Ты бачишь, у них сложно, у них ленту другие поставок, но они не так просто. Я так понимаю, что они сейчас переорієнтовываются где-то на Угорщину, в Киевсі уже запустились. Ты не устал вообще? Сколько ты спишь? Ты спишь вообще? Сплю нормально. Круто, круто, ребята. Вот как вы думаете, давайте так, пока понятное дело, ничего не ясно там, что и как будет развиваться дальше, через год, через год, вот вы видите себя европейской компанией. Ну, не только за счет того, что Украина там войдет, я надеюсь, в ЕС, а за счет того, что вы откроете и уверенно там будете развивать другие рынки. Давай я начну. Да, да, Саш, да. Смотри, мы столкнемся с вопросом аренды. Ну, вот зачем, знаешь как, зачем, допустим, существующим польским операторам, существующим испанским операторам и так далее, зачем им съезжать с прибыльных торговых точек? Они находятся там годами. Мы столкнемся с единственным вопросом аренды. Такие точки не оставляют. Мы попытаемся, если мы вдруг вернемся на этот рынок, мы попытаемся занять какие-то места, да, ну, которые, по нашему мнению, более или менее нормальные. И можем потерпеть фиаско. То есть я бы, если и открывался, ну, где-то за рубежом, если бы я и открывался, то открывался бы в партнерстве с сильным оператором там по месту. Я точно знаю, что там делать. Я вижу, где они расслабились, где можно лучше, да. Вот. Мы столкнемся с арендой и с персоналом. В принципе, как с этим мы и сталкиваемся в Украине, вот. Но нам здесь эти вопросы решать легче. А там нужен для решения этих вопросов такой надежный и опытный партнер. Простой вопрос. Да, нет. Украинские предприниматели, украинские франшизы и так далее стали более востребованы в других странах или нет? Да, стали более востребованы. Другое дело, станем ли мы активно там участвуем? Ну, мало того, что вартость оренди, так плюс, что, чтобы занятие классные места, нужно давать входный платеж, скажем так, такий, вступный. То есть совсем другой порядок цифр. Маржинальность. Места. Да. Поэтому это проект, знаешь, очень доволен, но мы живем, да, и дети будут, и унуки, и чему бы и не. Нехай это будет долго, но мы приняли решение, что мы идем в это, но очень аккуратно, очень обережно, начиная с собственных точек, потому что в Европе подать франшизу, она не пойдет, ну, все в тебе будет, минус тысяча, поэтому идем, но очень обережно. Согласно европейскому законодательству, если ты не отработал год своим объектом, ты не являешься франшизой. Да, ты должен отработать финансовый год. Абсолютно верно. Только, если ты подтвердил фенмодель, ты можешь логативно надавать франшизу. Круто. Ну, вот, кстати, Андрей, ты поднял такой важный момент экономики. Мы же, я часто об этом в последнее время слышу от предпринимателей, которые там планируют развиваться в Европе, например, что нам там ждать и франшизи местным ждать, и тем франшизи, которые переехали с, не знаю, там, с кульком или с чемоданом денег, хотят покупать франшизы или начинать какие-то бизнесы в Европе, там вообще не такая история. То есть там деньги дешевле, ну, и маржинальность, и окупаемость бизнеса сильно другие, да, там они могут, не знаю, вот, ребят, вы отслеживали аналоги своих там проектов в других странах. Вот насколько там меньше, точнее, дольше окупаемость, скажем, в два раза, в полтора раза. Бачишь, в Польше, то есть вернемые инвестиции там два года, это очень быстро. Но, опять же, там и нет договоров оренда на два года в 12 месяцев, або там, как в Киеве, на год, або на месяц, знаешь, ну, там все, как бы, там все довше, я про что и говорю, там все довше. Дольше инвестиции, нижняя маржа, довшая оккупность, но это про стабильность, да, то есть этот концепт зайшел, да, и ты его правильно менеджаешь, ну, это, снова же таки, повторюсь, это про мое будущее, потому что, маючи успехи, в Польше, то, ну, сразу же зацикавливаются, знаешь, какие-то системные франшизы, там же, там же, мы говорим не про, не про копировку там, одної точки, а про системность. Думаю, очень важливо, это успешный старт, очень важливо, и никаких брехливых цифр. Наконец-то мне что-то веселое. Оптика, оптика Еф в Польшу встыла? В шестом встыла. Да, Саш, ты хочешь это сказать? Да, значит, по поводу работы в Европе, тоже интересная вещь, мы все время, как франчайзеры, стараемся делать проекты и подгонять проекты, ну, чтобы у человека была окупаемость полтора-два года, да, ну, но хотим год, ну, и все хотят год, франчайзи хочут за год окупиться и так далее. Дальше, мы стремимся как можно быстрее открыться под всем, чтобы франчайзи не платил лишние там аренды, да, арендные платы, и открытие составляет там максимум месяц в нашей сети. Я поговорил с одной из французских сетей, как, допустим, покупатель франшизы и спросил, скажите, пожалуйста, за сколько мы откроемся? Ну, примерно за полгода, за год. А за сколько окупимся? От тебя все зависит. Ну, и вот я просто удивил, то есть, мы в таком напряжении находимся, наша компания находится в таком напряжении, постоянном, в работе, в корректировке наценок, да, ну, чтобы дать франчайзе определенную наценку, с тем, чтобы он окупался, ну, там, за год-два, вот, в зависимости от места, и вот тебе европейские реалии. Вот, ну, расслабленные люди в этой части. Вы знаете, я вот где-то месяц назад писал пост, у нас в это время, шесть лет назад, был проект Tour de France. Мы ездили по Европе, смотрели на местные франшизы, общались с предпринимателями, пытались найти что-то здесь уникальное, что-то в Европе, что-то такое, что можно привезти в Украину. Ничего не нашли. Ну, все очень, очень, ну, то есть, сказать, что это там работает хуже, чем у нас. Ну, мне, на моем уровне, там, обывательском, может быть, это вот единственный уровень, который я сделал. Сейчас очень хочется, чтобы украинские проекты, используя эту трагичную, но тем не менее, все-таки возможность, да, вот, смогли доказать там, всему миру, да, не только, что у нас самая крутая армия в мире, да, вот, а и то, что у нас самые крутые бизнес-проекты. И не просто, там, показать, не знаю, там, что-то, именно доказать на слова. Поэтому я, ребят, вам желаю успеха в этом, потому что, понятное дело, там, Украине еще требуется много ваших ресурсов, сил на то, чтобы восстанавливать свои, там, точки и строить новые, но и действительно использовать это время, открывшуюся, не знаю, возможность тоже доказать всем миру, что у нас еще и самые крутые предприниматели, франшизы и так далее. Кстати, вот я, наверное, оставлю там 5 минут, там 10, может быть, если есть еще возможность такая для вопросов от зрителей, пожалуйста, напишите в чатике. Вот, пока вы пишете, я хотел также поблагодарить наших друзей из постера, ребят, которые сейчас помогают, кстати, не переходить с российских систем, типа ICOS, ICOS, от самого первого открытия своего кафе. Это ребята нам предлагают вернуться в совсем дальнее прошлое. Ну, не знаю, Андрей, у тебя в 15-м году, да, был драйв? Да, да, помнишь этот драйв? Чем он отличается? У тебя же у березня день народжения львовских колосальников, так? Да, было 7 лет, 5 березня, 5, 5 березня, было 7 лет, мы его не святкували, по большинственных причинах, мы святкуем после победы, в ближайшее время. Кстати, хороший кейс, один из наших киевских партнеров, франчези, повернувшись из Киев, два месяца тому, у него там три объекта, и он начал запускать по одному. И он телефонует мне там и говорит, Андрей, слушай, как первый раз покупаю новые ножи, новые там доски, подкрашиваю, как будто бы открытие, как будто бы опять открываю, драйв сумасшедший, ну это опять же про эмоции, да, тому я думаю, когда мы открываем все наши заклады, которые зараз не працуют, мы переживем еще вся команда Лид Кроссан переживет еще раз цей драйв, потому что маркетинг будет не встигать друковать оновленные постеры, айтишники будут формовать базу, франчайзинг, ввидел воде ездить и помог на открытие драйв буду сумасшедший и мы его все очень ждем. Круто Саш, к тебе тоже вопрос, помнишь ли драйв открытие первого кафе, что у тебя кстати первое было, француа, да, наверное, из первого была блочная номер один, которую я переделал в семейную пекарню, да, это было в девятом году, это было 12 октября 2009 года, 2009, слушай, ну это что-то, ну там, я каждый свой проект переживаю, знаешь, как рождение ребенка, это такой драйв, ты можешь сутками не спать, это не только ты, вся команда, все в каком-то движении, все, ну это такая радость после открытия, знаешь, отходишь в сторону, смотришь, ну это сделать. Получилось. И к тебе еще вопрос от Макса, в каких городах открывается проект Макса, видишь, ты не хотел рекламировать, но уже порекламировал, поэтому, кстати, да, Киев, Киев и Тривой Рог. Понял. Так, доброго дня, скажите, будь ласка, что может порадовать молодым стартаперам, что планует видковато себя в Европе? Ищите тему, ребята, ищите тему. Сначала ваш проект должен быть успешным, вы должны создать успешный проект, вот, он действительно должен быть успешный, он должен вам вставить эмоционально, ну, по-любому, это то, что мы только что говорили, об этой эмоции, которую ты испытываешь, радость, и чего-то такого невероятного, не объяснило. И, как только ты отработаешь год, ты поймешь, что этот проект успешный, бери и тиражируй. Я думаю, что люди с удовольствием подхватят успешный проект. Ясно. Андрю, у тебя был не очень, как ты сказал, успешный кейс по Польше, что ты порадишь молодым стартаперам, что планируют битковаться. Сейчас ничего, расскажу через год. Расскажу через год. Расскажу, какую франшизу нужно покупать. Что посоветуете, какие ниши для франшизы в Германии? У кого-то есть опыт по Германии? У меня просто нету. Не знаю. Я был недавно, я посмотрел рынок, знаю, какой проект там открыть, не поделюсь. Ну, ждите новостей. Понял, понял. Так, добрый вечер. Была франшиза в Волновахе. Это Иван спрашивает. Семейная ПК, кстати. Это твой франшизик. Увы, потерял все. Сейчас перебрался на западную. Хотел бы запустить здесь. Могу ли рассчитывать на какую-то помощь? Да, конечно. Да, Иван, звоните, я вам расскажу, что делать. Есть уже кейсы. То есть вы помогаете, и Андрей, тебе тоже будет вопрос, помогаете ли вы сейчас релокировать своих франшизи в таком регионе? У нас таких западов на релокации не было. Были запады, это такие паничные наши киевляни, которые там семьями были в Виноградово, в Трускавце. Все там, есть помещение, давай я открою. Я говорю, зупинься, спокойно, не нужно. Поберегайтесь в Киев, и кто будет потом доглядать эту торговую точку, и потом нужно будет продать с закарпатским партнером. Ну, в общем, бред. Тобто я зупинял ребят это делать, и на сегодняшний день, я говорю, большая кількість партнеров вернула из Киев, запускается, дай Бог, чтобы все было спокойно. Поэтому релокации, запад на релокации у нас нет на разе. Единственное, что я сказал уже ранее, что, звичайно, верю, что Маріуполь будет наш, но повернувшись туда, скоро в будущем оно просто не потребно, поэтому, звичайно, партнер, если остаться в Украине, то будем открываться здесь на Захаре. Ясно. Круто. Дякую. Так, ну, все, наверное, по вопросам от зрителей какие-то просто комментарии от Юрия. Спасибо вам. Ребят, не знаю, что даже нам пожелать всем, ну, держаться это банально. Я думаю, что и удача это тоже, вы знаете, за последние больше месяцев уже убедился, что счастливых обстоятельств просто не случается. Вот кем ты был до, то и проявилось сейчас. То есть, если ты всегда надеялся на удачу, на авось, то оно не срабатывает, к сожалению. Вот. Всем успешных планов реализации, точнее, проектов, которые мы еще услышим, я так понял, в ближайшее время, анонсов в Европе, в Украине. Круто, что, спасибо большое, что вы длили время нам и нашим зрителям. наверное, будем тогда прощаться, ребят, еще услышимся. Все, слава Украине. Слава Украине. Пока. Пока. Всем спасибо, зрителям тоже. Спасибо большое. Всем пока. Спасибо. Пока. 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 Друзья, я надеюсь, вам понравился этот эфир, мы будем делать его чаще. Кстати, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, где я буду делать анонсы этих эфиров и скидывать ссылку на Zoom, чтобы вы могли прийти и тоже в таком ламповом режиме посмотреть, пообщаться, позадавать вопросы. Вот. Ну и я не знаю, сейчас, наверное, не повод что-то рекламировать, но, блин, какого хрена у меня сейчас есть потрясающая возможность для вас. Это мой новый курс, большой курс по франшизам. То есть, если вы хотите запустить свою франшизу, если вы хотите купить франшизу, не знаете, как это правильно сделать, то переходите по ссылочке, которая есть вот там, прямо в описании. Мы его сейчас сделаем. Мы его планировали еще до войны. Мы записывали его как раз накануне в мастер-классе от топовых ребят, от новой почты, от молока от фермера, IQ Food Group и многих других ребят. Многих мы не записали. На 24-й у меня должен был быть, должна была быть съемка в Юнит-Сити с Владом Наздрачевым, с Димой Борисовым. Но пришлось перенести. Будем делать их уже в Zoom, наверное. А вообще, курс будет, и я вас приглашаю, если вы сейчас не знаете, что вам делать, как развивать свой бизнес. Потому что франшиза это просто инструмент, но на самом деле это такая стратегическая история, возможность подумать, о чем в вашем бизнесе вообще делать в ближайшие месяцы, годы, столетия, я не знаю. Вот, увидимся. Жду вас очень сильно. Не забывайте включать колокольчик на канале, чтобы не пропускать наши следующие видео. Будем.